Я? Хозяин мой зовется Федерико Распони из Тулина. Он явился... Пошел отсюда, вон. А почему? Сеньор Распони Федерико умер. Так, так. Хозяин умер. Да. Очень жалко. А я его сейчас живым оскарил. Комедия не его профиль. Режиссеру Петру Шерешевскому легкий жанр не свойственен. Но иногда, как говорится, и палка стреляет. Это очень большой сюрприз. Потому что этот спектакль, это, конечно, такой любимый, но компромисс. И он ни в коем случае не фестивальный. Это спектакль, который... Я тогда был главным режиссером этого театра. И меня очень попросила директор сделать к юбилею театра спектакль-праздник, чтобы все чиновники не тердились, а радовались. И я, скрипя сердце, сказал, ну хорошо. И сделал спектакль-праздник. И то, что именно его взяли на фестиваль, для меня прям загадка. «Слуга двух господ» – известная пьеса и с успехом шла на многих сценах. И в отличие от режиссера, актеры считают, что спектакль очень даже фестивальный. К выходу на сцену готовятся с особенным настроением. «Фестиваль, он... Ну это потрясающе. Это как-то заряд новый, как-то эмоциональный подъем. Это возможность какой-то трепет ощутить, взбодоражить себя как-то зрителя, посмотреть, услышать, какой зритель другой фестивальный в другом городе». Понравиться зрителям – это одно. Но нужно еще и жюри зацепить. Фестиваль конкурсный, и все театры желают завоевать награды. «Профессионалы должны знать, в каком направлении им двигаться, какие у них ошибки, какие проблемы. И это может им указать доброжелательная критика. Поэтому наши обсуждения всегда проходят в понимании, в хорошей атмосфере. Талант никогда не зависит от географического положения. Он зависит от коллектива единомышленников, от лидера театра. И тогда вдруг неожиданно происходит открытие». До конца фестиваля осталось всего три дня, после чего на торжественном закрытии жюри объявит, кто, по их мнению, стал лучшим в этом году. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.